Места работы мы, соответственно, ходим по судам. И, собственно, мешает все, конечно, нашей основной деятельности. В карьере мастера спорта международного класса Назира Шамсудинова такого жаркого поединка еще не было. Сражаться за кресло руководителя региональной федерации спортивной борьбы ему пришлось в том числе и в суде. Его оппонент Артур Кшановский, ветеран ульяновской борьбы. Их противостояние и разделило федерацию на два лагеря. Полгода ульяновская борьба жила не борьбой, а интригами. Когда вот идут выяснения и все остальное, о результатах, мне кажется, придется, не приходится говорить. Напомним, чуть больше года назад Артур Кшановский был избран председателем областной федерации спортивной борьбы. Но через некоторое время недовольные работой нового руководителя, спортсмены и тренеры вернули на этот пост Назира Шамсудинова. Несогласный с итогами голосования Кшановский обратился в суд, который, в свою очередь, решение проблемы отдал на откуп общественности. Нет предмета спора, есть разные точки зрения, но никто людям не мешает доказывать свою правоту делами, а не словами, тем более по таким поводам обращениям в суд. Эти вопросы должны решаться внутри этой общественной организации без выноса вовне. Вынеся ссор из избы, Кшановский, по сути, лишился большей части своих сторонников. И новое голосование за кандидатуру руководителя региональной федерации борьбы проиграл, говоря борцовским языком, на туше. Чтобы посчитать количество поддержавших Кшановского, хватило пальцев одной руки. Чтобы посчитать отданные голоса за Шамсудинова, счетной комиссии пришлось воспользоваться калькулятором. Противоречия были, есть и будут, но самое главное, если борцы обладают уважением, то все у них получится, все будет хорошо. Надо очень уважительно относиться к мнению большинства, если ты считаешь себя членом команды. Работа будет идти, с новыми силами, люди все поверили. Если раньше было, как говорится, на другой стороне барьера 47 человек, а теперь их только 4. Несмотря на все распри и конфликты, сотрясавшие борцовскую федерацию последние полгода, участники конференции дали удовлетворительную оценку работы Совета Федерации спортивной борьбы за минувший 2019-й. Кроме того, вновь избранный председатель Назир Шамсудинов дал понять, что готов конструктивно работать абсолютно со всеми. И теми, кто его поддержал, и теми, кто был в другом лагере. Главное для него – вернуть борьбе былую популярность у ульяновских мальчишек. Мы будем думать и о духовно-нравственном воспитании мальчика, и о здоровье, и его образовании, и о спортивных результатах. Я думаю, все-таки это будет как гармоничная составляющая. За год упорядочить работу федерации, за пять лет прийти к высокому спортивному результату – таковы планы Назира Шамсудинова. И в этом его поддержали подавляющее число представителей региональной федерации борьбы. Той самой, что в далеком 1976 году дала Ульяновской области первого олимпийского чемпиона. Михаил Сашанский. Новости ульяновской правды. Новости ульяновской области. 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 Продолжение следует...